Антон Чехов Хамелеон Через базарную площадь Идёт полицейский надзиратель Очумелов В новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом Доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина. На площади ни души. Открытые двери лавок и кабаков Глядят на свет божий уныло, как голодные пасти. Около них даже нищих нет. «Так ты кусаться, окаянная!» — слышит друг Очумелов. «Ребята, не пущай её! Нынче не велено кусаться! Держи!» Слышен собачий виск. Очумелов глядит в сторону и видит Из дровяного склада купца Пичугина, Прыгая на трёх ногах и оглядываясь, Бежит собака. За ней гонится человек В ситцевой крахмальной рубахе И расстёгнутой жилетке. Он бежит за ней И, подавшись туловищем вперёд, Падает на землю И хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий виск И крик «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии И скоро около дровяного склада Словно из земли выросшие Собирается толпа. «Никак беспорядок, ваше благородие!» — говорит городовой. Очумелов делает полуоборот налево И шагает к сборищу. Около самых ворот склада Видит он, стоит вышеписанный человек В расстёгнутой жилетке И, подняв вверх правую руку, Показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано «Уже я сорвусь с тебя, шельма!» Да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнаёт золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, Растопырив передние ноги И дрожа всем телом, Сидит на земле сам виновник скандала — Белый борзой щенок С острой мордой И жёлтым пятном на спине. В слезящихся глазах его Выражение тоски и ужаса. «По какому это случаю тут?» Спрашивает Очумелов, Врезываясь в толпу. «Почему тут?» «Это ты зачем, палец?» «Кто кричал?» «Хм! Иду я, ваше благородие! Никого не трогаю!» Начинает Хрюкин, кашляя в кулак. «Насчёт дров с Митрием Митричем!» «И вдруг эта подлая Ни с того ни с сего За палец!» «Вы меня извините, Я человек, который работающий. Работа у меня мелкая. Пусть они мне заплатят, Потому я этим пальцем, может, Неделю не пошевельну. Этого, ваше благородие, И в законе нет, Что под тварей терпеть, Ежели каждый будет кусаться, То лучше и не жить на свете!» «Хм! Хорошо!» Говорит Очумелов, Строго кашля и шевеля бровями. «Хорошо!» «Чья собака?» «Я этого так не оставлю!» «Я покажу вам, как собак распускать!» «Пора обратить внимание на подобных господ, Не желающих подчиняться постановлениям!» «Как оштрафуют этого мерзавца, Так он узнает у меня, Что значит собака и прочий бродячий скот!» «Я ему покажу Кузькину мать!» «Елдерин!» Обращается Очумелов к городовому. «Узнай, чья это собака И составляй протокол, А собаку истребить надо Немедля! Она, наверное, бешеная! Чья это собака?» «Спрашиваю!» «Это, Кажись, генерала Жигалова!» Говорит кто-то из толпы. «Генерала Жигалова?» «Хм-хм!» «Сними-ка, Илдерин, с меня пальто!» «Ужас, как жарко!» «Должна полагать, Перед дождем?» «Одного только я не понимаю!» «Как могла она тебя укусить?» Обращается Очумелов к Хрюкину. «Нечто она достанет до пальца!» «Она маленькая!» «А ты ведь вон какой здоровила!» «Ты, должно быть, Расковырял палец гвоздиком, А потом и пришла в твою голову идея, Чтоб соврать!» «Ты ведь известный народ!» «Знаю я вас чертей!» «Он, ваше благородие, Цигарка ей в Харю для смеха, А она не будь дура и тяпни!» «Сдорный человек, ваше благородие!» «Врешь, кривой!» «Не видал, так стало быть, Зачем врать?» «Их благородие умный господин и понимают, Ежели кто врет, А кто по совести, Как перед Богом!» «А ежели я вру, Так пущай мировой рассудит!» «У него в законе сказано, Нынче все равны!» «У меня у самого брат в жандармах, Ежели хотите знать!» «Не рассуждать!» «Нет, это не генеральское», Глумакомысленно замечает городовой. «О, генерала таких нет! У него все больше легавые!» «Ты это верно знаешь?» «Верно, ваше благородие!» «Да я и сам знаю!» «Генерала собаки дорогие, породистые!» «А это, черт знает что!» «Ни шерсти, ни вида!» «Подлость одна только!» «Етакую собаку держать!» «Где же у вас ум?» «Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, То знаете, что было бы?» «Там не посмотрели бы в закон!» «А моментально!» «Не отдыши!» «Ты, Хрюкин, пострадал!» «И дело этого так не оставляй!» «Нужно проучить!» «Пора!» «А может быть и генеральская!» «Думает вслух городовой!» «На морде у ней не написано!» «На медни во дворе у него такую видел!» «Вестима генеральская!» «Говорит голос из толпы!» «Кхм-кхм!» «А надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто!» «Что-то ветром подуло!» «Знобит!» «Ты отведешь ее к генералу и спросишь там!» «Скажи, что я нашел и прислал!» «И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу!» «Она, может быть, дорогая?» «А ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить?» «Собака нежная тварь!» «А ты, болван, опусти руку!» «Нечего свой дурацкий палец выставлять!» «Сам виноват!» «Повар генеральский идет!» «Его спросим!» «Эй, Прохор!» «Пойди-ка, милый, сюда!» «Погляди на собаку!» «Ваша?» «Выдумал!» «Этаких у нас отродясь не бывало!» «Так, и спрашивать тут долго нечего!» «Оно бродячее!» «Чего тут долго разговаривать!» «Ежели сказал, что бродячее?» «Стало быть, и бродячее!» «Истребить вот и все!» «Это не наша!» «Продолжает Прохор!» «Это генералова брата, что на Меднись приехал!» «Наш не охотник да борзых!» «Брат их не охочь!» «Да разве братец ихний приехал?» «Владимир Иванович?» «Спрашивает Очумилов!» «И все лицо его заливается улыбкой умиления!» «Ишь ты, господи!» «А я и не знал!» «Погостить приехали!» «В гости!» «Ишь ты, господи!» «Соскучились по братце!» «А я ведь и не знал!» «Так это ихняя собачка!» «Очень рад!» «Возьми ее!» «Собачонка, ничего себе!» «Шустрая такая!» «Цап этого за палец!» «Но чего дрожишь?» «Р-р-р-р!» «Сердится Шельма!» «Цуцик этакий!» Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада. Толпа хохочет над Хрюкиным. «Я еще доберусь до тебя!» грозит ему Очумилов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади. Текст читал актер Юрий Яковлев Суханов. Спасибо и до новых встреч! Киев, август 2022 года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...